Ты думаешь что я тут обижаю что ли твоих котят? Да нет же, к чё я буду их обижать? Ты знаешь, я же не обижаю никогда. Привет, друзья. Маруся нас опять удивила. Родила котят. Двух. Ходила такая толстая, кузатая. А родила двух. Ну, Маруська, можно посмотрю? Можно посмотрю? Ой, да я серенького посмотрю. Ой, какой красивый такой. Ой, какой прямо, глядите такой. Полосатый. Ну, тигра тигрой. Да ясно, это твой любимый, конечно. Интересно у нас в кого он? В прадедушку, да? Какого-нибудь. Давай вот этого посмотрим. Давай. Беленького. Ну, беленький мы знаем беленьких. Вот такие у нас два парня. Вот какие. Один беленький уже традиционно. Ой, ой, нет, нет, нет. Я отдаю, 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 отдаю. А один не черненький, а какой-то необычный, серенький. Вот всего два. А брюшко было? Я говорил, Маша, у тебя там семь штук, что ли? А оказывается, всего два было. Ну, ничего, зато они вырастут здоровые, сильные, красивые, как по партию. Конечно, кто-то может сказать, да, Маруська, наверное, где-то тут нагуляла, ходила, неизвестно с кем встречалась. Но я-то ведь знаю. Я как бдительный свекор, наблюдаю за Марусей. Дело в том, что она вообще не выходит на улицу. Она вот всю зиму просидела у нас в помещении, в кабинете у меня тут, в коридоре. Так нам на территорию и вообще другие коты стараются не заходить. У нас ведь и Артик их выгоняет, и собаки чужих котов гоняют. Кот котятам не обрадовался. Ну, не любит он котят. Чё тебя, дети вообще не интересуют, да? Ты не хочешь их воспитывать. Ага, ясно, ясно. Кота, кстати, опять не было несколько дней, не появлялся. Жена дома беременная, кот где-то бродит. Ты где был ты так долго, а? Я тебя не видел уже неделю целую. Отчё же? Маленький секретик открою. У нас появились новые арендаторы. Пельменный цех. Они отгородили часть большого здания, и там делают пельмени. И вот кот переселился теперь в это здание. А может, и ещё где бродит весна же. А девочка входит. Принесёт нам кто-то блох каких-нибудь. Ну, что делать, кот, да? У всех свои недостатки. Котят родились 14 апреля. Ровно через год после первого панельса. Здесь котятам уже 4 дня. Вот видите, они уже подросли. Такие серьёзные ребята. Полосатые. Полосатые, да спит ништые. Да красивый какой-то. О! Слушай, это мне кажется в этого. В черныша, в шиншилла. Пошёл. Чёрный. Марусь, точно у тебя ничего не было с ним? Ну, только она там раз находится. Ну, непонятно. Потому что, как так? Откуда такой цвет взялся? Никуда не выходит. А шиншилл у нас есть такой активный самец. Чёрный бархат. Красивый. Вот. Я думаю, может, у Муся тут. И вот черныш там самый красивый из всех. Надо сказать, что Маруся у нас ночует в комнате вместе с шиншиллами. То есть, днём она проводит время у меня в кабинете, а ночью у шиншилл. Ну, охраняет их от мышей. Ну, говорят же, что если долго смотреть на солнышко, то дети становятся похожими на солнышко. А тут вот она на черныша смотрела. Вот они прямо ползают, ползают, ползают. Смотри-ка, чё. Ох, какие. И ещё прошёл денёчек. Котята растут. И кошечка в порядке. Лучка такая. Да, посмотрим вот эта маленькая, да? Вот какой красивый. Ну, вот какой. Ой, прямо лапы толстые. Здесь полосочки у него такие. Ой, на хвосте тоже полосочки. Ничего себе. Пина тёрная. Ну, прям тигра серая. Ой, а какие у него на пузе точечки смешные, а? Ой, хихихих. Ну, что ты, иди, иди, не посидимся. Не посидимся, да, Белый, посмотри. Белый у нас тоже красивый. Ну, белый вообще. Белый маленький какой-то. Меньше. Да. Мелкий маленький. Ну, что такое, что такое? Что за песку напищат тут? Давайте. Ну, вот. Вот эта маленькая такая. Марусенька маленькая. Я вспоминаю реакцию Маруси на первых котят. Она носилась как сумасшедшая. То к ним, то от них. Боялась отойти. Боялась даже поесть, чтобы оставить их на минутку. А сейчас уже такая спокойная. Да их и двое. Да, их и двое. Еды хватает обоим. Маруси сейчас, наверное, себя считает уже такой опытной мамой. Уже спокойно относится. Не суетиться вокруг этих малышей. Надо покормить. Покормит. Надо погулять по коридору. Погуляет. Да, Марусь? Вот такие, друзья, у нас новости. Все предыдущие котята у нас живут в очень хороших семьях. Нам хозяева регулярно присылают фотографии, видео с ними. Ну, а этих тоже пристроим. Прям миленький. Такой необычный ребенок у тебя. До новых встреч, друзья.